Всем привет, мои дорогие друзья и гости канала Тинин. Друзья, я думаю, вы уже все поняли то, что снимает не Ярик, а фермер Даня, потому что у него сейчас очень большие проблемы, поломался компьютер, и я решил за место него пока что поснимать РП. Он, в принципе, с этим согласился, так что следующие РП, которые будут выходить, они будут от моего лица, но как у него решится проблема с компьютером, он сразу же вернется, так что обязательно эту РПшечку поддерживаем лайком. Если вы еще не подписаны на канал Тинин, прямо сейчас подписываемся, ну и в комментариях можете предлагать свои новые классные идеи. Так, друзья, я буду отыгрывать РПшечки на карте Кошмак. Очень интересная карта, это украинская карта, и я вот такой вот себе купил участок. Здесь дом, в принципе, есть небольшой участок, где можно заниматься сельским хозяйством, выращивать пшеницу, либо еще какую-то другую культуру. Вот, друзья, вот здесь вот небольшой вот такой вот огородик. Правда, здесь растет, получается, у нас кукуруза, но так как мне ее нечем убирать, нужен какой-то комбайн специальный с жаткой, поэтому я решил ее перепахать. Но, чтобы ее перепахать, естественно, нужен какой-то трактор. Ну и вообще, как в деревне без трактора, друзья. И вот я решил приобрести трактор. У моего соседа как раз-таки продается трактор. Сейчас мы до него пойдем в гости. Я ему уже позвонил, говорю, встречай, я иду за трактором к тебе. Он, друзья, получается, продает свой старенький UMZ-6, и на замен себе купил MTZ-892. Сейчас посмотрим, что у него там за трактора. И если все хорошо, то к концу дня, возможно, я уже буду с трактором, и начну перепахивать свой небольшой огородик. Так, друзья, налево или направо? Вот тут вот, честно, я дорогу не помню. Вроде бы вот сюда, где-то он здесь по соседству недалеко живет. Вот тут вот нет, вроде бы следующий, друзья. Вроде бы следующий домик, хотя, может быть, и не следующий. Даже через вот этот вот дом и еще один. Да, вот видите, какие дворы. Тут достаточно так интересно, прикольно. Так что серий, думаю, достаточно много будет на этой карте. А, вот он, друзья, видите, MTZ-892. MTZ-892. Привет, Миш. О, здорово, Дань. Так, ну что, показывай, где твой трактор. Я вижу вот это вот твой MTZ-892 новый, да? Да, вот он, купил недавно. Когда купил? Да, буквально два дня назад, прям новенький. А, понятно. Нормально. Ну, поздравляю тебя с такой классненькой обновкой. Конечно, трактор хороший. Работал на нем уже или нет еще? А, в принципе, еще нет. Даже так сказать. Еще не успел, да. Ну, я вижу, вот на плуге еще лемеха, вот видите, тут все новенькое, краска еще даже не стертая. Так что будешь, думаю, в скором времени работать. Слушай, это, я так понимаю, вот этот вот UMZ, который в кустах, да? Да-да-да, вот он стоит, красавец. Он настолько классный, я даже не ожидал то, что вижу такой UMZ у тебя. А что, ты его постоянно красишь или что? Ну, если там даже ржавчина появляется, я сразу его крашу. А, ну, прикольно. Потому что, ну, я вижу, как бы, если трактор работает, естественно, он должен обдираться. Вот диски, допустим, те же. И, как бы, вот поддон, то есть, постоянно травой должно царапаться все вот это вот днище. Но тут все просто в идеальном состоянии. Ну, если он ломался, то я оставил все новое. Ну, то есть, на полном рабочем состоянии, да? Конечно, да. То есть, запускай, ехай, работай на нем хоть сейчас. Ну, в общем, такой классный трактор. Можно вообще запустить, посмотреть, что кого? Да. Да, все можно. Так, ну-ка, давайте сядем в тракторок. Блин, такой, конечно, кабина небольшая, но, тем не менее, достаточно тут комфортно работать. Ну-ка, запускаем, запускаем этого старичка. Слушайте, вообще, с полтычка запустился. Поднимем сейчас навесочку, плужок по ЛН-335. Слушай, а плуг ты вместе с трактором же продаешь, я так понимаю? Да, 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 все правильно. Ну, все вообще прям реально в идеальном состоянии. Видно, вот за этим трактором мы реально следили всю жизнь. Так, ну, я тогда сейчас тут по двору немножко прокачусь вообще, посмотрю, как трактор себя ведет, хорошо? Да, да, хорошо. Ну-ка, прыгаем в тракторок. Ну, слушайте, трактор реально классный. Так, а ску? О, сейчас аккуратненько выйдем со двора. Можно было бы, конечно, сейчас трактор угнать. А, мы тут не выйдем. Ну, ладно, короче, потом попросим. Миша отгонит своего МТЗ-892, и мы, в принципе, сможем выехать. Ну, я так поработал немножечко, прокатился на нем. Ну, вроде бы все в рабочем состоянии. Так, Миш, ну чё, по цене, 450 с плугом, да? Да, да, да. Ну, в общем, друзья, 450 тысяч рублей за такое состояние прям, ну, реально не жалко отдать. Конечно, я понимаю, лет 12-13 назад можно было за эти деньги купить нового МТЗ-82.1, но, к сожалению, сейчас времена поменялись, и за эти деньги вот такой вот старенький трактор. Я хотел бы его даже назвать металлоломом, но металлоломом это ни в коем случае нельзя назвать, потому что, ну, это реально трактор в идеальном состоянии, то есть, как бы, ну, всё на месте, никаких потёков масла, просто идеальнейший. Ну что, Мишка, давай тогда оформлять документы, пошли, я тебе деньги дома отдам, так что как-то так. Да, давай туда. Ну, погнали. Так, друзья, ну что ж, всё, в принципе, это наш теперь ЮМЗ-6, будем на нём работать, огородик наш распахивать, на огородике работать, да, и, может быть, где-то так подработку найдём, колымить будем, ну, либо ещё где-то деньги на нём зарабатывать, думаю, какую-то работу найдём. Ну что, Мишка, большое тебе спасибо за такой офигенный трактор, реально, ну, это просто находка, можно так сказать. Выгонишь своего МТЗ, чтоб я проехал? Да, 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 сейчас, секунду. Ну-ка, давайте запускаемся, ух, какой Юльзик, блин, просто, ребята, идеальное состояние. Так, ну что ж, выезжаем аккуратненько со двора, так, Миша, сейчас нас пропускает, давайте газку-газку на подъёмчик, сейчас с Мишей выйдем, попрощаемся, так, аккуратненько заднюю скорость, и вот здесь вот сейчас на дороге поставим, аварийку включим, и можно будет выходить, так, что-то, друзья, вперёд не хочет ехать, вот, всё, поехал, вот сюда вот его красавца поставим. Конечно же, старенький трактор, но, тем не менее, нам для первого трактора это просто офигенный вариант. Ну чё, Миша, большое тебе спасибо, если что, в гости ко мне заезжай. Да, если что, если нам нужна помощь, то звони. А, ну то есть, если нужно будет там что-то вспахать, помочь, то звонить, окей? Да. Ну всё, ты мне так же, если что-то нужно помочь, то звони. А вообще, как МТЗ-892 пробовал, намного лучше Юмзика? Конечно, да, вообще лучше. Можно посидеть, если не жадный такой? Ну что ж, давайте, ребят, пройдём, посмотрим, в принципе, вот такой вот классненький МТЗ. Слушай, Миш, можно запустить, тоже немного прокатнуться? Да, пробуй, можно, конечно. Ну как? О, друзья, ну, конечно, тут намного комфортнее, не так шумно, но, слушайте, тот Юмзик даже мне больше нравится, чем этот МТЗ. Всё-таки тот трактор нам по деньгам, поэтому мы даже этот вариант не будем рассматривать, пока что нам до такого трактора далековато. Ну чё, Миш, давай тогда, пока. Всё, давай, давай, удачи, пока. Пока, тебе удачи тоже. Ну что, друзья, в принципе, мы с вами купили первый трактор на ферму. Юмз-6, ну, реально, Юмз-6Л, если не ошибаюсь, именно эта модель называется. Конечно, шумноват, не тот комфортнее, как в новом тракторе, но, тем не менее, работать можно без всяких каких-либо проблем. Так, друзья, в принципе, гнать я быстро не буду, тут может кто-то вылететь, да, в принципе, вроде бы никого, так что можем ехать. Ну что, наверное, надо будет попробовать его в работе, единственное, мы не здесь поехали, наверное, там через двор сейчас попробуем, конечно, проехать. Но я боюсь, мы сами не сможем там проехать. Ну-ка, открываем ворота. Ну и загоняем первый раз Юмзика, друзья, себе во двор. Так, да, друзья, там, к сожалению, у нас ограда, поэтому заехать не получится. Мне нужно в скором времени будет приобрести какую-то машину на ферму, друзья, все-таки, как без машины в деревне, там, допустим, по ферме какие-то вопросы решать, там, поле покупать, это надо куда-то ехать в сельсовет, договариваться, ну и как бы пешком ходить, такое себе удовольствие, а соседей просить, ну как бы, не супер хочется. Поэтому, думаю, какую-то машину купить, так что пишите в комментариях, какую именно взять, ну и можете даже ссылку скидывать, мне так будет удобнее. Так, где тут проехать, друзья, можно? Честно, я еще ни разу здесь не ездил, поэтому где-то сейчас здесь будем проезд искать, ну, через чужие огородики, в принципе, думаю, ничего страшного, если я по краюшку проеду, поди, ничего не затопчу. Так, 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 аккуратненько здесь проезжаем, да, в принципе, никаких проблем и нету. Слушайте, но, блин, не терпится мне этот трактор по хокке испытать, конечно, сегодня я все не распашу, уже, как бы, особо сил нету, но, блин, ребят, реально хочется попробовать. Давайте сейчас отрежем напополам наш огородик и немножечко пару проходиков сделаем, хоть посмотрим, что за технику нам продали. То вдруг он сейчас вообще тянуть этот плуг не будет и, в принципе, придется трактор возвращать. Ну, я думаю, все-таки тут никаких проблем не должно быть. Так, как тут сеялось, друзья, тут сеялось не так, по диагонали сеяли, но, да ладно, в принципе, мы сейчас как-нибудь распашем вот так. Так, ну, что, примерно вот так вот, небольшой кусочек отрежем себе. Ну, и вот здесь вот по краюшку будем ходить. Ну, слушайте, вроде бы потихоньку тянет, да, конечно, напрягается, тяжеловато тракторку, но деваться ему некуда. Поэтому потихонечку распашем, друзья, думаю, потихонечку распашем. А нет, вон Мишке позвоним, думаю, ему за радость только будет помочь, там, какие-то небольшие деньги ему заплатим. И он, конечно же, поможет два трактора, будет веселее распахивать. Да, в принципе, два трактора на этом огородике, но это прям совсем не нужно, поэтому я и один справлюсь. Слушайте, у нас огородик такой длинный достаточно, поэтому посадим тут, наверное, пшеничку и вырастет немало, я думаю. Кстати, в дальнейшем будущем можно поставить еще на этого юнсика фронтальный погрузчик, да, как бы вообще необходимая вещь в деревне, очень полезная, можно так сказать. Поэтому именно фронтальный погрузчик мы, наверное, в дальнейшем будущем и установим. Я думаю, он бы хорошо нам в деревне помогал, но тоже по этому поводу можете написать в комментариях. Я не знаю, конечно, как лучше, но мне кажется, на юнсика можно спокойно поставить какой-нибудь ПКУ-08 небольшой, и он спокойно с ним будет справляться без всяких каких-либо проблем. Так, ну что ж, до края дойдем, друзья, назад и будем возвращаться домой. Так, аккуратненько поднимаем навесочку, давайте выйдем. Слушайте, ну глубина вспашки у меня устраивает. Я думаю, где-то сантиметров 25-30 тут точно есть, так что вообще прям без всяких каких-либо проблем не нужно расстраиваться насчет трактора, что купили там какую-нибудь фигню. Ну, а это реально рабочий трактор с хорошим плугом, ну, в принципе, тут вообще по плугу вопросов никаких не должно быть, потому что плуг в идеальном состоянии. Вот так вот, друзья, заезжаем в Борозду и потихонечку едем. Конечно, ПЛН-335 достаточно много для этого трактора, но потихоньку тянет, ребят. Да, даже не потихоньку, вот километров 10 до 8-9 плавает скорость. Ну, как бы этого достаточно для ПХТ отвальной, тем более глубина не маленькая. Да и фиг его знает, когда этот огородник в последний раз на такую глубину спахивался. Поэтому спашим его сейчас нормально и потом уже вырастет какой-то достойный урожай, который можно будет собирать без всяких каких-либо проблем. Да, конечно, дым немного в трубу не влазит, но, может быть, в дальнейшем будущем поршневую на этом тракторе поменяем, и он будет работать отлично. Но, опять же, если это много будет масла, прям жрать, там, не знаю, канистрами, а так, в принципе, и так устраивает. Самое главное, трактор не греется, давление в двигателе нормальное, поэтому работать можно, блин. Конечно, ребята, долго-долго получится. Огородник, как бы, видите, узковатый, но, как бы, гоны тут такие достаточно длинные, поэтому как-то так. Блин, юмзик вообще прям шикарный, я не знаю, я бы на нем две смены работал. Конечно, единственное, что шумноват, да, трактор, а так вообще прям, ну, кайфовый трактор, можно сказать. Напишите в комментариях, как вам этот юмзик, ну, мне он реально понравился. Тем более, украинская карта и украинский трактор тоже к этой карте прям, ну, шикарно должен подходить. Так, ну что ж, погнали эти трактор к нам во двор. Все, друзья, первый раз ставим трактор у нас во дворе, наш с вами трактор ставим во дворе. Так, где его здесь лучше будет припарковать? Ну, давайте где-то вот здесь вот заедем. Ооо, так, 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 немного здесь они вписались, но ничего, сейчас остановимся, заднюю скорость, развернемся. Кстати, я вот тут вот сторожа нанял, он у меня живет, друзья, в будочке здесь, там есть будка. Можете мне не писать в комментариях, что это туалет сельский. Вот здесь вот сторож спокойно живет, друзья, небольшая у него там кровать стоит, а сельский туалет у нас вот здесь вот находится. А то я знаю, есть такие умники, которые любят по этому поводу писать. Я как-то у себя видео назвал это туалетом, у меня это была будка для складирования запчастей, но в нашем случае это вот будка для охранника, поэтому он там живет и нормально. Никакой это не туалет, я сразу предупреждаю, пожалуйста, не пишите в комментариях. Ну что, на этом мы будем завершаться. Вот такой вот, ребята, у нас офигенный тракторок появился. Я просто, честно, в шоке то, что мы с вами нашли в таком состоянии юмзика. Мне он очень нравится. Плужок практически новый. Конечно, деньги я немалый, за него заплатил как бы 450 тысяч рублей. Да, как бы трактор не дешевый, вышел в неплохую нам копейку, но я думаю, он свои деньги должен в первый сезон оправдать. Там прицеп купим в дальнейшем, культиватор и будем подрабатывать, может быть, даже еще и на сенокосе. А еще было бы шикарно поставить на него фронтальный погрузчик и вообще бы это был просто золотой трактор. Ну что, ребятки, на этом мы будем завершаться. Вот такая вот серия небольшая подошла к концу. Не забывайте поддержать серию лайком. Если вы еще не подписаны на канал Тиннин, прямо сейчас подписываемся. Всем удачи, всем пока. С вами был фермер Даня на канале Тиннин. Всем удачи, всем пока.